Готовы? С зубами улыбаемся! На зрителя смотрим! Совсем скоро в Ярославле состоится очередной конкурс красоты. Называется он «Ярославская красавица-2016». И сегодня мы пришли на репетицию. Мы с девочками решили поговорить с одним из организаторов, с художественным руководителем конкурса Юлией Полишко. Привет! Здравствуйте! Расскажи с самого начала, где берут участниц конкурсов красоты? Участниц конкурсов красоты берут из модельного агентства. Также к нам приходят девушки, которые просто смотрят в каком-то году наш конкурс в качестве зрителей и потом изъявляют желание принять в нем участие. Сколько всего участниц в этом году? В этом году 12 участниц. Вот, участницы не только из Ярославля, но и из других городов. Какой возрастной ценз? От 16 до 25. Как готовятся девочки? Насколько долго? Как давно началась подготовка? Девочки начали готовиться примерно с января. Вот, то есть уже, можно сказать, полгода прошло. Вот. У девочек проходят уроки по актерскому мастерству. Также им ставит хореография Елена Владимировна Пугачева. И организатором конкурса, генеральным директором является Сергей Угаров. Как часто проходят занятия, тренировки? Почти каждый день. Сажаете ли вы их на строжайшую диету перед конкурсом? Мы придерживаемся параметров. Это вот 90-60-90. А не устарели ли эти параметры? Нет. Какие будут этапы в конкурсе? В чем девочкам предстоит соревноваться? В конкурсе будет 4 этапа. Первый этап – это индивидуальное дефиле, где девушке каждая представит себя. Второй этап – это творческий номер, где девушки будут перевоплощаться в эстрадных звезд. Третий, как всегда, конкурс купальников, где девушки продемонстрируют свое тело. И четвертый – это награждение свадебное платье. Чем-то участницы этого года отличаются от участниц прошлого года? Ну, в Ярославле, как известно, всегда девушки очень красивые. Вот, и мы считаем, что каждая из них достойна получить корону. То есть в конкурсе нет явных фавориток? Нам, как организаторам, нравятся все девушки, но выбор фаворитки будет за жюри. За ты, за ты, за ты, за ты! Ну, а теперь пообщаемся с самими участницами конкурса, с претендентками на корону Ярославской красавицы. Вот ты, например, зачем пришла на конкурс красоты? В прошлом году я присутствовала на конкурсе в качестве зрителя, а в этом году мне присутствовало предложение и не смогла от него отказаться. Я бы хотела развиваться в этой сфере, и я считаю, это будет отличным началом. Я пришла, чтобы удостовериться в своих силах, понять, что я действительно красивая и нравлюсь окружающим людям. Ой, говори сразу, кому будешь доказывать? Своему молодому человеку? Ну, на самом деле, доказывать уже никому не приходится, потому что любимый человек есть. Вот так вот, в сердце моделей занятых. Я пришла убедиться, что я красивая. Я решила поучаствовать в конкурсе, чтобы испытать бурю крутых эмоций, чтобы побывать на сцене, увидеть большую публику. Все-таки это придает уверенности в себе. И вообще это очень мероприятие очень классное, и я очень давно хотела поучаствовать в таком. Если не выиграешь, расстроишься? Ну, в принципе, нет. Плакать не будешь? Плакать не будешь. Ты претендуешь на корону? Хотелось бы. Не загордишься с подружками? Нормально потом будешь общаться? Конечно. Я стремлюсь победить на конкурсе «Ярославская красавица-2016». И для зрительского голосования я прошу своих близких, своих родных и любимых людей, чтобы они болели за меня. Девчонки, а у кого будет самая большая группа поддержки? Кто назвал прям вот миллион друзей? Да, я пригласила много своих друзей. У меня будет полный зал. То есть, если вдруг будет такое, что зал решает, у кого первое место, то ты обязательно победишь? Я думаю, да. А еще есть такое мнение, что все конкурсы продажные, что заранее известно, кто победит. У вас такого нет? Нет. То есть у вас все по-честному? Да. А стекла в туфли будете друг другу класть? Нет. Добрые и рославские красавицы. Иногда съемки продолжаются по 8 часов подряд. Но такова работа продюсера. Продюсер, девочки, пойдет. Ярославские красавицы рекомендуют посмотреть утренний прэш. КОНЕЦ